Всем привет-привет! Рада приветствовать вас на своем канале. И сегодняшнее видео будет наконец-то о пустых баночках. И кому интересно, оставайтесь со мной. Первое, что у меня закончилось, это такой вот аромат от Эскады. Называется он Born in Paradise. Это был, если не ошибаюсь, лимитка 2013-2014 года. Вот, только сейчас оно у меня закончилось. Это был преимущественно кокосовый аромат. У меня это была большая версия с таким вот цветочком. Классный аромат. На лето был самое то. Но, конечно, на осень он не подойдет, потому что он чересчур легкий. И такой, знаете, вот воздушный. Подойдет для таких романтичных девушек. Поэтому на следующее лето, возможно, и куплю. Далее. Закончился у меня такой вот кремушек для ног. Это мой любимый паворит. Всегда его вам показываю. Это смягчающий крем для ножек с тыквой. Очень крутой крем. Он для меня пахнет какой-то дыней, никак не тыквой. Хорошо увлажняет кожу ног, питает. Подойдет на зимнее, на осеннее время. Поэтому смело могу вам посоветовать. Далее закончилась такая вот пудра от Revolone. Очень хорошая пудра. Она была матирующая. У меня в оттенке 152. Такой вот светлый беж. Протерла такую вот значительную дырку. Мне хватало где-то часа на три матирующего эффекта. Конечно, потом приходилось обновлять. Но смело могу вам посоветовать. По текстуре очень приятный. Далее. Для волос у меня закончилась вот такая вот масочка. Покупала ее в Еве. Она достаточно простая. Почему ее купила? Потому что была на отдыхе. Зашла в первый попавшийся магазин. Увидела надпись «Эргановое масло». Вот купила. В принципе, неплохая маска. Но больше не куплю. Для меня это скорее бальзам. Далее. Такая вот красочка у меня закончилась. Кастинг «Прем Глосс». Мне ее советовала Олечка. Олечка, тебе привет. Большое спасибо за совет. У меня был черный ваниль. Очень довольна я и цветом. И волосы очень красиво блестят. Все равномерно покрасилось. Очень-очень красивый блеск. Вот этот вот бальзам я им сейчас пользуюсь. Хватает мне его вот уже на третий раз. И еще у меня осталось очень крутой, кстати, бальзамчик. И по отзывам прочитала, что девчонки действительно им восхищаются. И жалеют о том, что нет полноразмерной версии. Поэтому всем, кто ищет идеальную краску, могу вам посоветовать. Не знаю, конечно, как она будет носиться, но волосы она однозначно не сушит. Далее. Закончились деревья для душа. Такой Памелев, Дав и еще Дав. Из всех них я бы отдала предпочтение и повторила, наверное, только вот этот. Вот с апельсинкой. Он действительно хорошо пахнет на мой вкус. А в целом они все, как по мне, одинаковые. Но Памелев мне не нравится. Больше не повторю. Ну, а Дав, он хорошо увлажняет кожу, не сушит. Поэтому, кто еще не пробовал, присмотритесь. Далее, также для волос у меня закончилось кокосовое масло. Но без кокосового масла я жить не могу. Заказывала в Инстаграме. В магазинчике оно было натуральное, из Таиланда. Очень-очень крутое. Такое вот средство от Дав. Это новая серия. Их с оксигеном, с кислородом. В общем, хорошая штука, но она больше для объема. Мне объем не нужен для моих волос. Скорее, более легкое расчесывание мне необходимо. Волос, честно говоря, не распутывал мне. Поэтому не советую. Может, у кого пышные прически, это средство подойдет больше. Далее. Для тела закончился у меня такой вот скрабчик. Мой любимый. Очень хороший. Это был сахарный скраб для тела. Поэтому, ну вот видите, я его полностью уже добила. Именно с шоколадом мне нравится больше всего. Имеет хорошую скрабирующую способность. Далее от Everline. Мой любимчик с ванилью. Ну, ваниль я обожаю во всех своих проявлениях, во всех средствах. Поэтому, кто также фанат ванильки, попробуйте обязательно. Это душ-пилинг, кондиционер для тела. Имеет очень приятный запах. Кожу хорошо отшелушивает и подготавливает к нанесению крема. Далее. Для тела закончилось вот такое вот средство. Это был крем для тела. Очень крутой. Брала его на море. Кожу очень хорошо напитывал. Прекрасно пахнет действительно фисташками, миндалью, орешками. Кто любит такие ореховые запахи, то всем советую. Кожу действительно увлажнял, но оставил немного липкую пленку. Для кого это не критично, то попробуйте. Далее. Для волос также у меня закончилась такая вот органическая маска с кокосиком. Также из этой серии кокосового масла. Обязательно повторю. Жалко, что они выпускают только такие маленькие версии. А в целом очень крутая маска. Волосы безумно качественно напитывала. Для лица закончилась у меня такая вот серия Вербена. Это был тоник и такой вот кремушек дневной. В дневном креме был SPF 10. На лето прекрасно подходил, но на осень и зиму я вам не советую. Скорее это весна-лето. Аромат, конечно, специфический. Не всем может понравиться. Но в целом в серии довольно хорошо увлажнял кожу, но не питал. Далее маска для губ закончилась. Коллагеновая, золотая. Ну я вам уже про них рассказывала. Это мои любимчики. Такой вот депиляторный крем. Извиняюсь, что он у меня такой грязный. Использовала на лицо для удаления усиков. Очень быстро, за 10 минут на неделю я забывала про лишний волос над верхней губой. Последнее, что я вам покажу. Это будет тоже мой любимчик. Паворит LCF. Такое вот маслице для кутикулы. Такие средства у меня постоянно в наличии. Без них я никуда. Поэтому абсолютно бюджетный продукт, который можно купить в Еве, в Украине. Поэтому смело могу вам посоветовать. Это были все мои пустые баночки. Спасибо вам за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, предложения, пишите. Спасибо вам большое за просмотр. И пока-пока.